Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWave, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Извините нас за этот шум, мы с вами находимся в центре города, как и все более увеличивающаяся часть населения Земли. Уровень загрязнения в таком месте превышает 90 дБ и имеет тенденцию к увеличению на пол дБ ежегодно. Увеличение уровня шума является главной проблемой для окружающей среды в подобных районах. Согласно исследованиям медиков, это приводит к увеличению численности нервно-психических заболеваний, гипертонической болезни и так далее. Причем плотность застройки не позволяет использовать такие методы шумооподавления, как увеличение ширины магистрали, высаживание деревьев или сооружение шумозащитных экранов. Поэтому наиболее перспективным и радикальным способом борьбы с шумом является снижение шумности самих транспортных средств. Рельсострунная технология Юницкого как раз таки разрабатывалась в том числе и для достижения этой цели. Об испытаниях элементов путевой структуры SkyWay, посвященной именно борьбе с шумообразованием, наш сегодняшний репортаж. Но вначале немного теории. Высокоскоростные магистрали построены во многих странах мира. Большинство из них запроектированы с индивидуальными характеристиками, которые определяются типом эксплуатируемого поезда, шириной колеи, системой электрификации и так далее. Доминирующими источниками шума для поездов, движущихся со скоростью до 250 км в час, в зависимости от спецификации железнодорожного состава, является система колесо-рельс, шум качения, и система двигателя, характеризующая его мощность и создаваемую силу тяги поезда, а также различные вспомогательные системы, например, кондиционирование вагонов. С ростом скорости все большее значение в качестве источника шума приобретает аэродинамические характеристики. Поскольку мы уже не один раз касались многократного превосходства подвижного состава SkyWay перед всеми конкурентами в данном компоненте, сегодня мы остановимся на самом главном источнике шумообразования. В результате взаимодействия системы колесо-рельс высокоскоростных поездов возникает направляющая структурная вибрация, и колебания транспортного средства попадают в категорию механических источников шума. Эти источники, как правило, доминируют в общем уровне шума на промежуточных скоростях и охватывают очень широкий скоростной режим. Шум системы колесо-рельс вызван элементами шероховатости на рабочих поверхностях. Спектр данного шума приобретает пиковые значения на частотах от 2 до 4 кГц и со скоростью растет быстрее, чем даже шум двигателя. Усиление шума от поездов тесно связано с повышением скорости движения. Например, увеличение скорости в два раза вызывает повышение уровня звукового давления на 18 дБ, пропорционально росту скорости в шестой степени. В Японии, где накоплен наибольший опыт в организации высокоскоростного движения, процесс его развития сопровождался углубленными научными исследованиями, в том числе и в области шума, которые начались в процессе строительства высокоскоростной линии Токаида. Вначале изучали преимущественно шумы внутри вагона, однако спустя несколько лет усиление внимания к проблеме шумового загрязнения окружающей среды вдоль линии Синканцент потребовало установки шумозащитных экранов в особо проблемных местах. С тех пор вопросы борьбы с шумовым загрязнением окружающей среды на этой сети относят к важнейшим. На примере поезда Синканцент были построены графики доминирования источников шума в течение времени прохождения поезда мимо точки, в которой проводились измерения. Доля каждого из источников шума в шумовом загрязнении окружающей среды в полосе отвода линии Синканцент изменялась с течением времени. С самого начала эксплуатации высокоскоростных линий доминировал именно шум качения. Позднее его удалось снизить за счет установки шумозащитных экранов и устранения неровностей поверхностей катания путем применения композиционных тормозных колодок, а впоследствии и за счет шлифования рельсов. В последующие годы большие успехи были достигнуты по части сглаживания наружных поверхностей поездов сети Синканцент в целях снижения уровня шума и во избежание налипания снега. В результате этих усовершенствований удалось значительно снизить аэродинамическое сопротивление. Тем не менее, именно шум от пары колесо-рельс остается доминирующим, так как здесь прогресс оказался менее значимым. В нашем проекте ошибки японских первопроходцев учтены и команда SkyWay делает все возможное для того, чтобы рельсо-струнный транспорт обладал рекордно низким уровнем шумообразования. Сегодня у нас очередной выезд в поля, если можно так выразиться. Итак, Александр, представьтесь, пожалуйста, и расскажите о своей лаборатории. Добрый день, зовут меня Якимчук Александр Степанович, заведующий лабораторией строительной акустики вибрационной безопасности РУПИ Институт БелНИС. Наша лаборатория занимается измерениями уровней шума, звукоизоляции конструкции, полов, перекрытий, измерением уровней вибрации, измерением защитных кожухов, звукоизоляции кожухов и также проводит другие испытания по акустике и вибрации. Спасибо большое. Обратимся к Юрию Алексеевичу Кощуку, который расскажет нам о том, что же все-таки конкретно здесь испытывалось из технологии SkyWay и какое это имеет значение для нашего проекта. Добрый день, Юрий Алексеевич. Добрый день. Испытания проходили элементы конструкции ферменно-струнного путепровода, сравнительный анализ сделали пустотелых конструкций и конструкций, заполненных бетоном. В соответствии с этим просто найдем те преимущества, докажем, о которых мы говорили ранее, о том, что заполнение бетоном позволяет нам, помимо того, чтобы всего прочего, исключить такую, скажем так, негативную составляющую, как вибрацию. Испытаниям подвергались элементы ферменно-струнного строения, путепровода нашего, с целью того, чтобы доказать преимущество, скажем так, заполнения бетоном перед пустотелыми конструкциями. Вот сравнительный анализ мы в этой лаборатории благодаря Александру и проводили. То есть испытания на вибрацию, на звуковые, скажем так, эффекты прохладили как пустотелый образец, так и заполнен нашим бетоном образец. Так звучит сталь. Сейчас рельс заполнен бетоном. А вот так будет звучать SkyWay. Как говорится, почувствуйте разницу. По вредному воздействию на человека шум в городе начинает выходить на первое место. Даже он сильнее воздействует отрицательно на здоровье человека по сравнению с загазованностью, по сравнению со смогом. И эта проблема, она во многих странах стоит, не только в городах, но и в странах. И особенно в высокоскоростном транспорте. Я просто несколько примеров приведу, как, допустим, боролись шумом в Японии. Когда они стали строить первые дороги скоростные, высокоскоростные Синкенсен, и стали строить стальные мосты, путепроводы, возникла проблема, потому что жители, которые живут рядом с дорогами, с мостами стальными, стали писать письма правительства с просьбой убрать дорогу, демонтировать, потому что невозможно жить. Шум такой, что невозможно жить рядом. И что японцы только не делали. Они покрывали стальные конструкции полиуретаном, резиной. Шум не смогли убрать. И они нашли простое решение. Запретили законодательно строить стальные мосты и путепроводы. А у нас основа конструкции, эстакады, стали. Поэтому, если сделать их просто стальными, то проблема шума не уйдет. И мы ее не смогли бы решить. Поэтому я давно перешел на стали и железобетонные конструкции. Потому что у бетона есть особенность. Он состоит из минеральных частиц, причем разных размеров. И за счет сил внутреннего трения колебания очень быстро гасится. В стали это не происходит. И это можно на простом примере понять. Подойдите к стальному столбу, стукните молотком. Минуту будет звенеть и за километр слышно. Подойдите к железобетонному столбу, стукните молотком. Бум и все. Поэтому у нас все пустотелые стальные конструкции заполнены бетоном. Причем бетоном, имеющим определенные характеристики. Не только прочностные. Прочность нажатия, растяжение, модуль упругости. Но еще с позиции поглощения и гашения шума. И шум, он не только же остальных конструкций происходит. Он еще и ординамико шумит. При высокоскоростном движении, вот допустим, те же французы, в ходе «ты живи» были проблемы с токосъемом. Потому что он очень сильно свистел. Им пришлось разрабатывать специальную конструкцию, чтобы убрать этот ординамический шум. Поэтому у нас тоже уникальная аэродинамика. Нигде нет срывов потоков воздушных. И поэтому нет завихрений, нет, образно говоря, свистков. Там нигде ничего не будет свистеть. Там будет легкий шум, как шелест листвы в лесу. У нас нет стыков в отличие от железной дороги, где колесо стучит. У нас будут стыки, но они, потому что мы строим, естественно, из проката. И швы мы обвариваем стыки стальных элементов. А потом зашлифовываем, да. Поэтому нет перепада высот и нет стука. Поэтому мы фактически убрали все источники шума. В том числе один из источников – это двигатель, привод. И надо понимать, что чем мощнее привод, тем сильнее он шумит. Потому что эта мощность выбрасывается в окружающую среду. Мы мощность привода уменьшили на порядок одного пассажира по сравнению с той же скоростной железной дорогой. Поэтому, опять же, источник шума у нас более низкий. И более низкие мощности шума. И вот это, как бы, в комплексе проблем мы решили и знаем, как и дальше улучшать это. Я сказал, как бы, составляющие шума как такового. Потому что транспортная система в целом может шуметь, да. И надо делать каждый элемент системы не шумным. Мы этого добиваемся. Но в комплексе, как они влияют друг на друга и как они работают, только это мы узнаем на тестовых испытаниях, на тестовых участках, в экотехнопарке, где реально, практически, а не теоретически, по мере, с помощью соответствующих приборов, уровень шума. Я уверен, что мы снизим шум минимум на 10 дБ, по сравнению с самыми тихоходными транспортными системами второго уровня. Подписывайтесь на наш канал YouTube. Следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний SkyWay по адресу rsvdfism.com. Поддерживайте наш проект. И тогда, выйдя в центр своего города, вы услышите такую же тишь, гладь и Божью благодать. Пока же об этом можно только мечтать. Для того, чтобы сказку сделать былью, строй SkyWay, спасай планету.